Бывший подмосковный министр Кузнецов признался в хищении 11 миллиардов. Вот. Да. Ты знаешь, мы, наверное, уже привыкли к каким-то мегагалактическим суммам, которые некоторые товарищи умудрялись воровать у государства. Причем выговаривается легко, представляется сложно. Да. Ну, то есть, в случае с полковником Захарченко, я не помню, сколько у него, 8-9 было миллиардов, это целая комната, заставленная коробками с наличностью, пачками рублей наших любимых. Так вот, этот человек, конечно, переплюнул и полковника Захарченко, и его коллегу из ФСБ, у которого тоже нашли огромнейшие суммы. По версии следствия, все-таки на счету Алексея Кузнецова и его подельников 14, если не ошибаюсь, миллиардов рублей, он признается частично в этих эпизодах. Там 22 эпизода, если я не ошибаюсь. 22. Причем он в суде сказал, ребят, а давайте вы 14 из 22 уберете, потому что срок давности истек. Прокуроры обалдели, изучили все внимательно. Глубиная душа. То есть, понимаешь, человек признает свою вину, говорит, но я полностью, ребят, признаю свою вину, но 22 это много, давайте 14 уберете. Ну, то есть, на такую сделку с ним никто не пошел, все 22 эпизода в итоге будут оцениваться судом. 26 августа стартует этот уже процесс прям в суде по-настоящему, но история очень давняя. Ты сказал, да, история давняя, это, еще раз, бывший министр финансов. Да, Московской области. Ну, вот человек умел осваивать финансы, он их освоил. Еще раз, значит, обвиняют его в хищении от 11 до 14, там разные суммы фигурируют, миллиардов рублей. Ты сказал про подельников, вот то, что Кузнецов задержан, это да, а подельники? Смотри, вообще он министром финансов был с 2000 по 2008 год, потом вот резко написал заявление об увольнении и исчез, уехал в США, добивались экстрадиции его несколько лет, был задержан еще в 2013 году во Франции, и все это время сидел там в ихних изоляторах, простите за такой вот сленг русский народный. Так вот, выдали его в январе этого года, все это время шло следствие, несколько подельников все еще бегают, но основная часть все-таки уже осуждена. В частности, его бывший зам в Министерстве финансов Московской области по фамилии Носов, он уже получил около 15 лет лишения свободы. По тем статьям, по которым предъявлено обвинение самому Кузнецову, ему сейчас грозит 10 лет, но посмотрим, что по ходу судебных разбирательств будет просить прокурор, может быть, какие-то еще всплывут делишки, но схема была такая, вот основная часть отмывки денег, то есть он, занимая этот пост, вместе со своими подручными добивался, чтобы во всяких муниципалитетах подмосковных организации, которые оказывают услуги ЖКХ, переуступали право собирать долги с должников. Причем их интересовали только долги, опять же, муниципалитетов, то есть всякие бюджетные организации. На самом деле суммы очень большие, и они, в свою очередь, давили на глав муниципалитетов, чтобы быстро все расплатились с этим. И вот эти миллиарды многочисленные, это то, что они вывели через эти схемы. Все это выводилось в офшоры, ребята весело скупали недвижимость во Франции и Швейцарии. К слову сказать, у того же Кузнецова арестовали две квартиры во Франции, одна точно совершенно в Париже, два отеля в Куршевиле, вилла в Сент-Тропе, то есть ребята ни в чем себе не отказывали. Но самое интересное, что в отличие от Захарченко, который просто тупо прятал деньги у себя в квартире, в коробках, этот самый Кузнецов в какой-то момент начал скупать бешеными темпами предметы искусства. Те люди, с которыми я говорил, известно, что его коллекция это где-то 1300 предметов, из них 113, если не ошибаюсь, картин русских художников, великих художников прошлого. Так вот, он эту коллекцию всю собрал всего за 5 лет, и несложно подсчитать, что если разбить 5 лет на 1300 предметов искусства, получается, что он не день без покупки, не дня без покупки, что называется. И хорошая коллекция? Ну, ее называют уникальной, но это вопрос спорный, потому что сейчас ее изъяли еще в 2014 году, когда пытались ее вывести морскими контейнерами в Финляндию. Она все это время хранилась в Питере, сейчас ее передали подмосковным музеям, и они сейчас будут, собственно, проводить аудит, в том числе проверять на подлинность этих картин. Но предварительно говорят, что коллекция очень крутая. Ну, давайте мы послушаем сейчас. Эксперта по искусству Владимира Рощина, он так вот поверхностно ознакомился, да, с них-то. Ну, да, но вот тут версий несколько, крутая коллекция или нет, вот в чем вопрос. Да, и Владимир-то Рощин как раз говорит, насколько человек, который занимался, помимо осваиванием бюджета на посту министра финансов, еще и разбирался в антиквариате. Эксперт по искусству Владимир Рощин в нашем эфире. Никаких шедевров, то, что я видел, вот то, что в СМИ было, у него нету, все это ерунда. Его окружили полуаферисты или аферисты от антикварного мира. Это все, это музейная вещь, это вот так, это вот тип, так же работают эксперты. Практически представляет музейную цену, особую. На самом деле, когда это смотришь, он никакой музейной цене не представляет. Ну, потому что, как какой-то министр с миллиардами появился, он почему-то подумал, что он сейчас скупит все шедевры в России, будет каким-то меценатом. Таких же много, я таких много не знаю. Они до денег дорываются, они сметут все подряд, другому не скажут. А на самом деле, когда они пытаются это куда-то заложить, багрить или просто продать, им даже 10 протоков не дают. То есть, ты понимаешь, вообще была озвучена сумма, что на предметы искусства Алексей Кузнецов потратил 4 миллиарда рублей. Но по оценкам экспертов, реальная стоимость этих картин, этих старинных икон, монет, отрезай нолик. Слушай, а мне вот просто интересно. Ну, вот ты говоришь, несколько контейнеров, да? Установят, что, может быть, давай согласимся с мнением Владимира Рощина, точнее говоря, возьмем его за основу, что, может быть, это действительно не шедевры. Мне вот просто интересно. Они будут выставлены на аукцион, продаваться? Нет, нет, они будут выставлены в музеи. То есть, их Министерство имущественных отношений передало уже в Московской области. И они будут выставляться картины в музее «Новый Иерусалим» в Истрии. Там большая еще коллекция старинных книг, в том числе с автографами каких-то там князьев, графов и прочих-прочих дворян прошлого. Там 800, по-моему, книг тоже уникальных, они отправятся в Большие Виземин, где находится Государственный Пушкинский музей-заповедник. Саша, возникает вопрос, как господин Кузнецов собирается компенсировать награбленное 11 миллиардов. Ну, сейчас вот говорят, там ведь вот это все, что было изъято, оно, это известно, хранилось в его шикарной квартире на Остоженке. Я уж не знаю, сколько там комнат было, но, говорят, просто вся комната была похожа на музей. Но для него это был все-таки такой понт, простите, опять же, за сленг. То есть, хотелось выпендриться перед своими друзьями. Ну, продаст, хорошо, будет пропрутана квартира на Остоженке, но не стоит она 11 миллиардов. Как сейчас говорят, то, что у него изъяли, это, конечно, не покроет всех расходов. А изъяли, я вот тебе перечислял, в том числе, недвижимость за границей. Но с заграничной недвижимостью еще, конечно, надо российским властям будет помучиться, потому что не все так просто. Потому что Франция, непростые отношения, сложности всякие бумажные и политические. Но факт остается фактом, вот эту сумму, потому что у него изъяли, она не покроет потерь, которые понесло государство. А сколько у него, помимо вот этих вот антиквариатов, объектов недвижимости, что еще, машины, яхты? Ну, машины, да, опять же, повторюсь, две гостиницы в Куршевеле, в Париже квартира, и там тоже антиквариат. Но это оформлено и на него, и на жену. Есть такая Жанна Булок, довольно известный в прошлом застройщик, который он, опять же, передавал земли под строительство коррупционными всякими путями. Она заочно также приговорена к 11 годам лишения свободы, но так как находится в США и ее не выдают, она преспокойно находится также за границей. Перспективы по максимуму сколько может бывший министр получить? Ну, вот сейчас ему 10 лет грозит, но почти больше 4 лет он уже в изоляторе провел, сначала во Франции, теперь в России. Вот такая вот история. Суд на следующей неделе, 26-го, начинает судебное разбирательство, но и Александр следит за этим всем. Продолжение следует... Продолжение следует...